Всем привет и добро пожаловать на мой канал об одежде из секонд-хенд. Меня зовут Марина, живой в городе Челябинск. Все мои обзоры в основном из города Челябинск и из зигзага удачи. Очень редко бываю в других секонд-хендах. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь. Если вам нравится видео, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Привет! Хочу начать сегодняшний выпуск с шелкового платка Fendi. Я его вам уже показывала, но решила показать еще раз. Вот такие яркие цвета на нем. Размер его примерно метр на метр. Купила его для себя, но так ни разу и не надела и решила продать. Это стопроцентный шелк. Продаю за недорого. Если кого-то интересует, пишите на электронную почту. Ставлю ее здесь. Либо пишите мне вконтакте или в комментариях. Там уже договоримся. И давайте переходить к основной части обзора. Ветровка Лакост. Такого приятного бежевого цвета. Очень похоже, что это оригинал. Стоила она полторы тысячи рублей. Очень хотела ее купить. Мне даже муж сказал, бери. Но, честно сказать, пожалела денег. Возможно, нужно было ее и брать. Даже не знаю. Но мне она очень понравилась. Прям хорошая. Джинсы горчичного цвета. Это даже не джинсы, а больше брюки неизвестного бренда. Но сели они на меня просто отлично. Я их для себя купила и уже как бы вовсю эксплуатирую. Это поло с длинным рукавом от американского бренда US Polo. Стоила она всего 350 рублей. И собрала, получается, вот такой образ. Брюки и поло мятного цвета. В принципе, даже цвета друг с другом хорошо гармонируют. Они не яркие в одном тоне. Это блузка от российского дизайнера Султана Французова. Натуральный шелк и всего 350 рублей. И померила я эту блузку с брюками от G-Star. Немного устаревшая модель, потому что слишком низкая талия. Стоили они всего 500 рублей. И блузку я для себя купила. Тоже уже надевала ее не один раз. Она мне очень нравится. Смотрится со многими моими вещами хорошо. Юбка серая в полоску. Отлично подошла бы для офиса. У нее длина чуть ниже колена. Стоила она 350 рублей. У кого в офисе дресс-код, отлично тоже подойдет. Смотрите, как хорошо она смотрится с блузкой из шелка. Винтажные джинсы Calvin Klein. Такого яркого цвета фуксия. К сожалению, камера не передает этого цвета. Стоили они 500 рублей. Состояние у них было практически новых джинс. Я хотела бы себе их купить. Но, к сожалению, на моей талии они еле застегнулись. Поэтому оставила в магазине. Юбка. Это Остин. 350 рублей. Красивое белое шитье. Хлопок стопроцентный. Но это размер L. Естественно, мне не подошла. Оставила в магазине. Кожаный ремень. Светло-коричневого цвета. Карамельного. Купила я его за 600 рублей для своего мужа. Он очень хотел для летних брюк. Такой светлый ремень. И вот он мне попался. И, конечно же, я его купила. Это джемпер из натуральной шерсти. Очень тоненький, приятного голубого цвета. Купила для своей заказчицы. Брюки эскада. В составе у них есть шерсть. Но они очень тонкие и приятные. Купила их для своей заказчицы. Потому что мне были они немножко великоваты. Свободного кроя. Прямые. Хорошая длина. Даже не нужно ничего менять. Подрезать. Ушивать. В общем, заказчица очень довольна ими. И этот джемпер я также купила для своей заказчицы. Он из шерсти и нейлона. Стоил он, по-моему, в районе 500 рублей. Блузка из натурального льна. От бренда Tommy Hilfiger. Также купила ее мне для себя, а для своей заказчицы Олеси. Вот такая она очень даже симпатичная. И сумка от бренда Aldo. Рисунок на ней вышит. Но, к сожалению, это не кожа. А кожзам и 1000 рублей очень дорого для нее. Благодарю всех за внимание. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok